Увидеть разнообразие ботанического царства Приморского края и узнать о представителях флоры, которые произрастали здесь в прошлые геологические эпохи. Такую игру путешествия по естественным и воссозданным в миниатюре ландшафтом на свежем воздухе предлагает ботанический сад. Тема маршрута в некотором царстве. Участникам экскурсии вначале выдают специальные путеводители, ведь особенность этого путешествия в том, что посетители от начала и до конца проходят маршрут сами, без помощи экскурсовода. Маршрут знакомит посетителей с экспозициями и оживляет музейные объекты. Игровые путеводители, а в ботаническом саду эта карта путешественника рассчитаны на детей от 6 до 10 лет в сопровождении взрослых. Для юных исследователей путевой лист включает различные задания. Наш проект, его самоцель это дать возможность родителям пообщаться с детьми на природе, ну и при этом выполнить какие-то задания. И вот в этом году проект больше такой с одной стороны сказочный, а с другой стороны научный. Игра включает в себя прохождение так называемых станций. В ходе путешествия юные исследователи узнают, чем питаются насекомые, где и как живут. Главная героиня игры – бабочка-голубянка. По ходу маршрута посетители вместе с ней изучают по порядку плоскосемяник, на листьях которого живет бабочка, сосну густоцветковую, гинка, листья которого схожи с крыльями голубянки, магнолию и в финале клевер. В ходе всех заданий они понимают, что произошел процесс опыления, из-за которого это образование семян. То есть и дом для бабочки, и пища. Среднее время для комфортного прохождения маршрута – около часа. За этот период ребенок получает удовольствие от познавательного приключения, общения и новых впечатлений. Ведь все это он прошел сам. Детям интересно искать эти станции. Они как Шерлок и Холмсы бегают тут и ищут их. Ну, по карте интересно работать. Ну так, надо подсказывать временами. Понравилось. Сложно было разгадать запахи. Тематическая игра наука в путешествии при море проходит в два этапа. Первый – в музеях, где помогает знакомиться с музейными экспозициями детям и взрослым. Второй этап – на море. Экспедиция, которая разнообразит привычный отдых на берегу. А в конце сентября участников маршрута ждет финальный праздник – морской фестиваль «Я живу у моря». Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.